Обязательно прийти не просто в музей, а прийти в маленький домик, где семеро Николаевых провели детство и послушать, как мальчик из бедной, как бы сейчас сказали, многодетной семьи, выросший практически без отца, учился и работал, чтобы добиться успеха в жизни. Вот однокомнатный домик, семь человек, 20 километров до техникума. Понятно, что, наверное, он там жил где-то при техникуме, но на выходные ты пешком сюда обратно ходил. Какая была у человека сила воли, тяга к знаниям и стремление что-то добиться, увидеть и потрогать звезды. Поэтому это действительно образец для, мне кажется, любого мальчишки и девчонки сегодня. Потому что сейчас все условия, если он залезет в интернет, то к лене. Надо быть таким, как Андрей Николаев. Дух чувствуется в этой избушке, да? Чувствуется, да. А на этой земле? Настоящий русский чувашский дух чувствуется, понимаете, от земли люди. Это, кстати, говорит о том, как правильно работала система социальных лифтов и поддержки, которая находила талантливых ребят, давала им возможность продвинуться, давала им возможность получить сначала среднее специальное образование, затем высшее военное образование, потом самое высшее военное образование. И вот так вот из чувашского села в доме на дровах, без электричества, до настоящей мировой звезды. Надо понимать, что это, ну кто такой космонавт Николаев? Это мировая звезда. Такая же, как Терешкова, Герман Титов, Армстронг, ну не говоря уже о Юрии Гагарине. Спасибо большое. Спасибо.